то архитектурный продукт, ведь это действительно очень важная тема, очень прогрессивная, нужная. Дорогие друзья, меня зовут Михаил, я практикующий архитектор. Меня со студенчеством увлекали различные предпринимательские проекты. Одним из таких был, например, студенческий каворкинг. Создавался он для командной работы, взаимодействия между студентами-архитекторами и инженерами успешных специальностей, с которыми как раз-таки на практике реальной больше всего мы взаимодействуем, хотя на учебе взаимодействия установлено никакого не было. С этим проектом мы победили в международном конкурсе социально-конфлиматических проектов. Должны были ехать на международный этап, но от университета я поехал учиться в Германию, где я получил классный международный опыт не только как спроектировать, построить здание, реализовать его, а про концептуальное мышление, про архитектурный анализ. Это совершенно другой подход к проектированию. В Италии, где я тоже учился, он еще более другой. Там идет упор даже не столько в технологии, не столько в процесс реализации и его анализ, сколько в эстетику. То есть у меня есть три архитектурных школы. Итальянская, где много эстетики. Есть немецкая, где много технологий, прогрессивная архитектура, прогрессивный подход. И есть большая архитектурная школа в России, в Санкт-Петербурге, где меня научили непосредственно реализации объектов, как довести объект до непосредственно логического его завершения. Вот на этом канале мы с вами и будем обсуждать про то, как все три эти этапа можно с друг другом взаимосвязать и получить на выходе классный объект, о котором будут говорить, будут показывать, будут делиться им. И он будет считаться хорошим примером архитектурного проектирования, архитектурного продукта. Мой путь профессиональный начался с не самого крупного бюро. Бюро, которое очень быстро росло, с классной командой. И место, где меня быстро поверили, увидели мой талант, дали мне возможность реализовывать, вести в первую очередь проекты самому непосредственно. Таким объектом был автоцентр в городе Калининград. Заказчик пришел с запросом на реализацию шоурума своего комплекса. В итоге, после совещания, мы сделали ему новые фасады, концепцию, которая будет реализовываться. И в процессе общения, в процессе презентации нашего предложения выяснилось то, что у него есть часть незастроенной территории, где мы создали проект мастер-плана и предложили реализовать медицинский диагностический центр, реализовать туристические пространства, реализовать фудпорт и часть инфраструктуры для близлежащих живых микрорайонов. Помимо этого, были много маленьких объектов, до 1500 квадратных метров, безэкспертизных. Это были и производственные, и жилые, и гостиничные объекты. Много хороших, качественных, в реализации, сделаны, готовы. Можно приехать посмотреть, если кто-то захочет. Расскажу подробнее потом. Был объект, о котором я также очень сильно горжусь. Это объект реконструкции здания в Санкт-Петербурге, вблизи обводного канала. Классный получился объект. Это было историческое здание, кирпичное, четырехэтажное. Мы надстраивали пятый этаж, так некую стекляшку. Делали его брутальным, металли, все, как я люблю, в моем стиле. Ездил с этим объектом я на консультации главного архитектора города. Показывали, архитектура одобрена. И объект пошел в реализацию. В это время я перешел работать в крупную диверийскую компанию. Работаю сейчас над живыми объектами. И у меня в планах начать работать в международном офисе. Работать на международном уровне над объектами других стран. Это классный опыт, новый. Развиваюсь, думаю. Плюс параллельно с этим развиваюсь сам над своими объектами. Думаю, как можно реализовать какие-то интересные, классные проекты. Чтобы можно было сравнить продукт, как Tesla, как Apple, технологичный, новый, новаторский. При этом он реализуемый. В нем будет классно жить, будут классные планировки. О нем можно будет рассказать, писать. И это то, что будет привлекать внимание. Новое веко в проектировании в России на масштабном уровне. Поэтому, если вы готовы поддерживать проект, просто подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать. Если вам в целом интересно, как строится архитектурный проект, как он реализуется, как мы его вообще продумываем, пожалуйста, милости просим, приглашайте своих друзей. Здесь будет интересно. Здесь будет про архитектуру, про проектирование, про технологии, про бизнес, конечно же. Потому что все это про... В принципе, строительство – это классный инвестиционный инструмент. Об этом мы будем с вами обязательно много говорить. Будем с вами создавать вместе даже с кем-то из вас обязательно что-нибудь будем проектировать. Мы можем уже с вами приступать непосредственно к нашему первому выпуску. Общаться по поводу туристического хаба, локации. Мы сейчас будем с вами смотреть видео, которое я снимал, пока ездил в Полинобласти. И потом мы перейдем с вами к выпускам, снятым в Старой Ладоге. Как раз это локация, где мы выбрали, где у нас будет наш с вами тестовый, идеализированный проект, который потом будет адаптироваться под конкретную локацию после того, как мы его с вами завершим. Мы займемся проектированием туристического хаба. Это новый проект. Я его еще не проектировал, никак не продумывал, не задумывался. Мы будем с вами, по сути, в прямом эфире вместе его проектировать. От выпуска к выпуску. Пока что планируется 8 выпусков, некий такой roadmap. Как объект проектируется, что я делаю непосредственно, какой последовательности, почему я так делаю. И ваше мнение тоже будет очень интересно. Если вы считаете, что надо как-то по-другому, то милости просим в комментарии. Пишите, рассказывайте, предлагайте свои варианты. Со всеми будут классно повзаимодействовать, коммуницировать. Это первый выпуск, который мы сегодня с вами посмотрим. Это будет про локацию. Я прокатился по местам Ленобласти. В целом поставил задачу, чтобы этот объект, этот туристический хаб, был не дальше, чем 150 кг подгорода. То есть в этом радиусе. Это, как на мой взгляд, удобная локация, если вы на машине, вы выехали за город, вы отдохнули, и эту локацию можно осилить одним днем. То есть туристический хаб, он подразумевает под собой не просто домики, и куда люди приехали, и там шашлыки пожарили, и все, наконец. Нет, он подразумевает под собой, приехали, есть некое административное здание. Вы можете в нем остановиться. Он будет формируемый как ресторан, как точка сбора. Обязательно должны быть поблизости какие-то достопримечательные места. В туристического хаба будет свой пул заводов, которые будут развозить людей на разные экскурсии, показывать достопримечательности. Критерием подбора локации было наличие туристических мест, куда людей можно отвезти, показать, поговорить сейчас о референциях, аналогах, о том, что уже реализовано. Потому что очень много хороших, качественных комплексов именно в сфере туризма. Недавно было в Мурманске, в туристическом путешествии. И как раз я увидел там примерно ту же самую концепцию, которую я сейчас хочу донести до вас. Это семейный бизнес. По сути, семья организовала туристический хаб. Есть общее пространство, как административное здание. Есть жилые юниты. И люди, приезжая туда, могут занять себя как активными. Например, там охота, рыбалка, на лодке покататься, на снегоходах, квадроциклах. Пожалуйста. Кто-то ездит оттуда на экскурсии, разъезжается по достопримечательностям Мурманской области ближайшим. Именно природным, историческим достопримечательностям, красивым местам. Также очень много комплексов проявляется и в Ленобласти, и в Московской области. Мест, куда люди приезжают на выходные. Как правило, с того, что я сейчас вижу, это какая-то отдельно выбранная тема. Это либо спа, либо это охотничье, либо это все связано с активностью в плане квадроциклов, вейкборда и такого формата экстремального. Но такого формата, чтобы ты приехал всей семьей в одно место, всем было интересно на протяжении длительного времени. Пока что я такого, наверное, не видел. Возможно, не досмотрел. Если вы знаете такие места, обязательно пишите. Очень интересно рассмотреть. Будет здорово. Также, если вы сами являетесь владельцем подобного комплекса, в принципе, как-то связанной с исторической сферой, то очень будет здорово. Я буду вам крайне благодарен, если вы выйдете со мной на связь. И я бы с удовольствием снял с вами, например, интервью. Мы с вами пообщались о жизни, о работе, о бизнесе, о любимом нашем деле. И я уверен, мы с вами найдем общий язык. Мы не стараемся создавать какую-то конкуренцию. Я считаю, что мы можем создавать это комьюнити вместе. Мы можем создавать спрос на данный вид туризма совместными усилиями. И это будет только усиливать наши комплексы. Будет усиливать потенциал развития. Будет появляться больше возможностей, больше поддержек от государства. И просто мы будем с вами двигаться, создавать сообщество. И всем будет счастье от этого. Это такое мое видение. Поэтому, если вы каким-то образом связаны с туризмом, то welcome, пишите мне. Есть контакты для связи. С вами пообщаемся. Снимем совместное видео. Не в формате рекламы, а просто в формате общения. Всем будет интересно. Об этом больше людей узнает. Сделились предварительно. Что на идеализированный гектар, четко квадратный, никак не привязанный к никаким кадастрам, будет находиться на свободной, на данный момент, территории, вблизи Старой Ладоги, вблизи крепости. Предлагаю поднять общую инфраструктуру, чтобы у нас была с вами наглядная визуализация. Для этого мы с вами будем использовать такое приложение, сайт, как CadMaper. После этого мы перенесем все в архитектурную программу проектировочную и создадим с вами наш с вами общий ландшафт, общую концепцию, на которой мы потом и будем реализовывать наш проект. Roadmap проекта подразумевает обязательно последовательное, постепенное, поэтапное проектирование объекта. Никогда не бывает такого, что ты сразу раз и начал с конца. Нет. Сегодня первый выпуск. Мы с вами смотрели про то, как мы выбрали локацию, как мы подошли вообще к выбору локации, где мы смотрели, почему, где нам с вами вообще с нами хотелось бы находиться, видеть это все дело, куда нам хотелось бы с вами путешествовать лично нам. Второй выпуск. Мы подразумеваем, что у нас будет посвящен генеральному плану, его оформлению, как мы будем структуру нашу организовывать, где будут какие комплексы, какие будут объекты располагаться, какое вообще будет наполнение нашего комплекса, какие будем места вообще организовывать там. В следующем выпуске я думаю, что мы с вами проговорим про полноценную архитектурную реализацию, сделаем полноценный проект живых юнитов, общественных зданий. Я, кстати, хочу сделать небольшой анонс, тизер на будущее. Мы будем делать с вами все живые и общественные объекты по технологии 3D-печати домов. И еще небольшой анонс. Возможно, вы не знали, но самые лучшие 3D-принтеры как раз-таки это наш отечественный производитель. Их делают в России и поставляют по всему миру. Поэтому данной технологии просто нужно развитие, просто нужно понимание людей, что это классно, что так можно. По факту ведь огромными плюсами эта скорость является. После возведения фундамента нам нужно всего неделю на то, чтобы возвести жилой юнит с помощью 3D-печати. И всего-навсего два квалифицированных специалиста. Это максимальная экономия как на материалах, так и на специалистах. Плюс мы экономим время, что тоже является инвестиционной привлекательностью. Единственное, что это надо просто будет организовать процесс так, чтобы были люди, квалифицированные, знающие данную технологию работ. И я думаю, что мы этим будем заниматься и в будущем. И у нас будут появляться помимо нашего туристического хаба объекты по данной технологии. Потому что я лично в ней максимально заинтересован. И хочу ее продвигать в массы, потому что у нее есть огромное количество плюсов. Это современно, это технологично. И это позволяет нам создавать новые формы. Не стандартные прямые углы, а абсолютно любые, какие мы сами этого задумаем. И обязательно подписывайтесь сейчас на канал, чтобы не пропустить. Это будет четвертый, может быть пятый выпуск, где мы с вами будем разбираться в подробности технологии 3D-печати, проектировать как раз-таки такой дом. Конечно же, мы с вами подведем все к тому, что сделаем полноценную инвестиционную презентацию нашего объекта, где распишем весь потенциал, обрисуем красиво, графично наш генеральный план, выдадим все наши объекты. Без привязки к конкретной локации на данный момент. Но подразумевающую адаптацию этого комплекса для любой вообще точки. Это просто как идея комплекса, который потом можно адаптировать к любой локации, к любой местности с небольшими изменениями. И после этого всего вообще планируем начать взаимодействовать с администрациями, с администрациями городов, районов, регионов, с администрациями Санкт-Петербурга. Я надеюсь, что найдутся администрации, кто также присоединится к нашему каналу, даст нам интервью, расскажет вообще про свой район, про свой регион, какой он классный, как здорово, и как они заинтересованы в том, чтобы подобные объекты реализовывались, как им самим это нужно и интересно. И я думаю, что это будет полезно для всех. И полезно и для развития страны, и для развития районов, для его финансирования. Будут создаваться проекты, комплексы, куда будет здорово приезжать людям, и им не нужно будет... Ну, нужно будет, конечно же, нужно иметь мировоззрение для общего глобального развития, но также будет альтернатива, которая будет не менее актуальна и интересна в нашей стране. Это будет все здорово. Если вы из администрации или каким-то образом имеете к ней отношение, тоже можете со мной связываться, я с удовольствием буду с вами общаться, мы будем с вами вместе договариваться, сразу, возможно, с первых этапов готовить что-то, что будет реализуемо с вашей точки зрения на ваших локациях. Поэтому, милости просим, будем всем очень рады, со всеми будем общаться, поддерживать отношения и делать классные проекты. Мы с вами только что проговорили локации, какие мы, в принципе, можем рассматривать для себя, да? Если вы являетесь владельцем земли и у вас есть какой-то интерес, потенциал как-то ее реализовать, свою землю, то классно будет, если вы мне напишете либо каким-то образом дадите мне возможность связаться с вами, мы с вами с удовольствием обсудим, возможно, снимем какой-то совместный ролик, поразмышляем на тему, что можно было бы реализовать, как это сделать круто, чего не хватает, возможно, никаких ресурсов. Сделаем с вами либо проект для вас, чтобы вы дальше его сами вели, либо сделаем, может быть, какой-то партнерский проект, что тоже будет здорово, и мы также это сможем освещать на нашем канале. Мы также всем будет интересно посмотреть на мировоззрение, на видение, на подход к проектированию, к созданию комплексов жилых, комплексов туристических, масса еще других вариантов развлекательных и прочих комплексов. Создание кластеров – это определенный тренд. Создание кластеров, хабов – в этом нужно развиваться, в эту сторону нужно смотреть. У этой страны очень сильная инвестиционная составляющая. Неважно, даже будет, если перенасыщен рынок этим всем, то людям нужно развлекаться, людям хочется смотреть на разные места, на разные локации, люди ездят, людям нужен отдых. Тем более, когда у нас такая политическая, геометрическая ситуация, что достаточно проблематично выехать за границу, и нужно находить способы уравновешивать себя здесь, в нашей стране, то это как раз самый главный, самый важный потенциал на то, чтобы сейчас развивать эту тему. Так что, если вы каким-либо образом заинтересованы в развитии проекта, в общении, в коммуникациях, то связывайтесь со мной, либо пишите в комментариях, я буду с вами связываться, либо есть контакты в комментариях, в описании к видео. Будем общаться, будем снимать совместные ролики, будем показывать, людям рассказывать, что вообще можно и как можно круто проектировать в России. Институционный составляющий. Мы с вами сделали юниты, живые, общественные. Почему люди должны приехать и потратить свои деньги, свои средства там? Я думаю, что мы можем с вами рассмотреть определенные сценарии, как люди будут двигаться по нашему комплексу. Вот, допустим, приехала семья. У вас взрослых, два ребенка. Вот чем они занимаются? Вот они приехали. У них есть гектар площади. Помимо этого, есть выездные мероприятия. То есть мы собираем в туристическом хабе, вот они приехали, они заходят в наше административное здание. У нас с вами есть куча локаций спортивных, развлекательных, отдыхательных, таких как баня, сауны, спа, они должны разойтись все по своим интересам. Обязательно будут детские мероприятия. То есть, по сути, будут аниматоры, которые будут занимать в течение дня детей. В это время родители могут, к примеру, пойти на спортивные мероприятия. Либо они могут собраться группой нашей и поехать на какую-нибудь экскурсию. Либо, если им нравится активный отдых, они поехали на подроциклах снегохода в зависимости от сезона. При этом дети заняты под присмотром, вечером все вместе встретились. И либо пошли в баню, в сау, в спа, в купальню, либо пошли в мероприятия, в амфитеатр, где будут проходить какие-нибудь торжественные встречи, будут происходить саммиты, спикеры будут выступать на разные интересные, общедоступные темы. И это будет все в едином комплексе. Людям не нужно будет куда-то лишнего ехать. То есть они всегда будут находиться в одном и том же месте. Они будут тратить в одной и той же локации свои средства. Они будут покупать дополнительные инвестиционные составляющие. Планируется, что общественные пространства и административные здания мы будем строить по принципу грантового выделения, либо за собственные средства. То есть та инфраструктура, которую люди, людей будет притягивать, которая, которая требует управляющей компании глобальной, организации процессов, она будет принадлежать комплексу. А вот жилые юниты будут по принципу хаус-шеринга. Когда вы, по сути, покупаете себе живой дом, вы можете им, например, как я знаю, есть вариант, неделю пользуетесь сами в году, а все остальное время оно сдается управляющей компанией, приносит вам дополнительный доход. Вы как инвестор выступаете, плюс у вас есть возможность с нами им пользоваться всей полной инфраструктурой, что очень здорово, потому что вы имеете возможность приехать туда, воспользоваться этим, по сути, в рамках этого предложения, воспользоваться им бесплатно, и оно вам будет приносить в течение года постоянный дополнительный доход. Это, по-моему, очень здорово, классная идея, когда мы создаем этот объект вместе, и вы как инвестор, вкладываясь в отдельные жилые юниты, и мы как управляющая компания, которая в дальнейшем может всю эту инфраструктуру организовывать, создавать, это будет, вот, пожалуй, в таком формате реализовано. Как мне кажется, это хорошая бизнес-модель, которая имеет место быть, которая будет экономически эффективна, и, конечно же, она будет привлекательна для людей. У нас с вами первый выпуск подходит к концу. Я думаю, что, если вы досмотрели до этого момента, то вам уже интересно. Вы уже будете, скорее всего, ждать следующих выпусков. И, наверное, вы станете как раз теми самыми людьми, с кем мы будем совместно это все реализовывать, будете проявлять активность. Надеюсь, что вы уже подписались на канал, поставили колокольчик, уже начинаете рекомендовать своим друзьям, чтобы у нас было больше, чтобы у нас образовывалось с вами комьюнити думающих, осознанных людей, желающих, чтобы у нас в нашей стране появлялось больше прогрессивных, классных проектов, которые мы, конечно же, мы всеми с вами и будем сами пользоваться, в первую очередь. Вы же сами приедете потом к нам, будем с вами знакомиться, общаться. Подписываемся и до скорых встреч. Всего доброго.